Татьяна Куряча Ну ладно, выключите свет, пожалуйста, и, Женя, мне нужно слайд. Рекрутинг, я прежде чем начну говорить, хотела бы, чтобы вы, Жень, задали себе несколько вопросов. Вчера, вот знаете как, я, конечно, готовила эту презентацию, но вчера, после вчерашнего мероприятия, я вдруг подумала, а зачем я вам буду рассказывать, как рекрутировать, что рекрутировать, в принципе, каждый умеет это делать, и каждый делает это по-своему. И я подумала, что моя задача задать вам определенные вопросы. Вот смотрите, мы вчера говорили о том, как стать миллионером Фабреллик. И вот есть шикарная фраза, богатые люди строят сети, другие ищут работу. Роберт Киосаки, вы все ее знаете. Следующий слайд, пожалуйста. И у меня к вам несколько вопросов. Эпсона брать. Первый вопрос. Важный этап подготовки. Задайте себе, пожалуйста, вопрос. Сможете ли вы в одиночку зарабатывать миллион Фабреллик? Нет. Я согласна с этим. Да. Второй вопрос. Зачем вам нужна структура? Ответьте несколько слов. Громко. Расти в статусах. Дальше. Добавить заработку. Добиться в своих целях. Еще. Большой товаровоз. А еще? Я просто смотрю, зал большой, а из зала говорят только несколько человек. Остальным-то рекрутинг не нужен? Нужен. Хорошо. Что такое рекрутинг? Как вы думаете? Приглашение людей будет с нескольким. Он вам найти партнер. А еще? Я недавно наткнулась на такую фразу, что рекрутинг – это регистрировать людей? Нет. Отлично. Потому что рекрутинг – это так завлечь, так заинтересовать человека, даже, может быть, не регистрируя его, а вызвать такое бешеное желание, чтобы он уже за тобой шел и говорит «Ну, подпиши ты меня, пожалуйста». Ну, наконец-то, как Марьян сегодня рассказывала. Ну, пожалуйста, ну возьмите меня. Вот это и есть рекрутинг, а не то, чтобы вы зарегистрировали человека. Какое количество консультантов вам необходимо, чтобы зарабатывать миллион? А это когда тебе нужно. Если ты хочешь в следующем периоде, то какое количество консультантов надо? Если ты хочешь через год, то какое количество? Миллион в период или миллион в год? А это как ты хочешь. Ведь у каждого из нас… Смотри, Олег, у нас у каждого доно все. Олег любит говорить об этом, и мне это очень нравится. Каждому дано равными долями. Только одним нужно больше, а другим совсем не надо. Вот тем, кому не надо, они просто это отдают тем, кому нужно больше. И те, кому нужно больше, они еще ищут, где еще взять, где тем, кому не надо. Вот этот вот вопрос вам на заметку домой. Потому что действительно наш бизнес – это один из самых важных моментов рекрутинга. Не будет рекрутинга, не будет роста, не будет квалификаций, не будет миллионов, ничего не будет. Потому что продажи я очень горжусь теми людьми, кто продает. Но если вдруг, не дай бог, что-то, будет ли стабилен ваш бизнес? Поднимите руку в зале, кто рекрутирует. А теперь поднимите руку в зале, кто только подписывает. Тогда другой вопрос еще раз. Поднимите руку в зале, кто рекрутирует. Не подписывает, а рекрутирует. Ну, разве вы не рекрутируете? Вы рекрутируете, так поднимаете руку. Спасибо вам огромное. А теперь поднимите руку в зале, кто еще ни разу не регистрировал ни одного консультанта и не рекрутировал. Есть такие? Нету таких? Есть кто новички? Можно вас? Встаньте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы регистрировали уже консультантов? Как вас зовут? Наталья, скажите, пожалуйста, очень сложно это делать. Не сложно. А зарекрутировать, вызвать желание сложно? Сложнее. Но получается, сколько вы зарекрутировали людей за последнее время? У нас вы новичок. Зарекрутированы и зарегистрированы все вместе. Так. Два тысяча. Новичку не сложно. Теперь, спасибо большое. А теперь поднимите, пожалуйста, руку, у кого за последнее время, я не буду называть цифры, зарекрутировано больше двадцати человек. Обратите внимание. Был момент, когда я думала, что мой бизнес рухнет. Я хотела уйти. Вот я об этом говорю честно и признаюсь. Я хотела уйти, потому что мне казалось, что я сижу на одном месте. И тогда я себе поставила задачу, я поняла, что мне нужно просто, чтобы ко мне приходило много новых. Не просто новых, а именно особенно бизнесменов, предпринимателей и лидеров других сетевиков. Вы не поверите. Мы сейчас, вот буквально позавчера открыли в Одинцово, именно бизнесмен, десятилетним стажем пришла в компанию Фаберлик. Она мне в третьем поколении пришла и сказала, мне нужно серьезный бизнес, и я хочу это сразу делать, чтобы у меня было свое представительство и все остальное. Это им надо. А еще приходят другие сетевики и говорят, нам это надо. Вот если у вас не приходят, это значит, вы об этом не помыслили. Значит, у вас где-то там не сложилось. Вы просто не верите, что это возможно. А возможно каждому равными долями. У каждого есть такая возможность. Поэтому вот этот вопрос, пожалуйста, задайте себе, когда приедете домой. Следующий слайд, Жень. Несколько рекомендаций, быстро, потому что мне сказали, у меня мало времени. Каждый день 65 людей становятся миллионерами. И эта мысль не дает мне покоя. На самом деле обожаю эту картинку и прямо все время не думаю. Следующий слайд. Первое. Станьте вектором тяги для привлечения людей. Я не говорю лидера. Как Марьян сказала, приглашайте всех, а потом вы отберете уже, кто будет кем и по каким целевым группам. Следующий слайд. Пропишите стратегию наполнения и расположения вашей структуры. Продумайте заранее, как вы хотите, какой чек вы хотите получать. Как вы хотите именно этот миллион заработать. Какая квалификация это должна быть. И какие шаги, кто под кем будет. Сделайте эту стратегию, тогда проще под нее придут люди. Следующий. Рекрутинг это, правильно вы сказали, поиск, вовлечение, удержание. Но очень важно понимать, во что вы приглашаете и во что вы вовлекаете. Это важный фактор. Назад. Помните про три важных этапа рекрутинга. Без поиска не состоится рекрутинг. Без вовлечения не состоится нормальный рекрутинг. И без удержания не будет миллиона, не будет товарообороты и не будет больших объемов. Следующий слайд. Эффективный рекрутинг это не значит всех подбирать под одним стандартом 90-60-90. Принимайте всех, кто желает. Не ставьте стандарты. Следующий. Отбирайте ключевых партнеров, будущих драгоценных директоров. И именно вот из всех смотрите. Вникайте, спрашивайте. Я задаю одну фразу, одну единственную. Я говорю, вы пришли работать или пользоваться. Если человек говорит, работай, вот тогда я уже спрашиваю. А что работать, куда работать, как работать, какой доход и через какой срок. Следующий. Обучите своих партнеров повторять те же действия, что и вы. Вот знаете как, когда я сама рекрутировала, как говорится, пачками у нас. Ну это в легкую, потому что мы натренировались, это стали делать. Это результат. Но когда сейчас моя команда рекрутирует, я только вижу, как вот приходят количество огромное людей. Как мне звонит консультант, говорит, боже мой, у меня в третьем поколении она уже 20 человек за один день привела. Боже мой, у меня у одного консультанта уже 89-е поколение. И вот когда вот это видишь, вот такое счастье, что люди повторяют эти действия. Следующий слайд. Создайте миллионные структуры. Подумайте об этом. Не просто заработать миллионы, а пусть ваши люди заработают вместе с вами свои миллионы. Если вы их этому научите, тогда точно у вас все получится. Следующий слайд. И очень люблю вот этот. Есть цель, иди к ней. Не получается, ползи к ней. Не можешь ляг и лежи в ее направлении. На этом мое выступление закончено. Рекрутингово, великого и большого. И большие миллионы из структуры.